Друзья, всем доброе утро! Прекрасное, солнечное, тёплое Санкт-Петербургское утро и в это чудесное утро я решила а почему бы мне не провести маленький забег по триллерам? Я подумала, что не буду это дело ограничивать каким-то форматом специальным, там, по времени, по дням недели, по какому-то условному признаку, неважно, это будет маленький забег по чтению, и я проведу его с вами вместе и с этой маленькой синенькой компанией. Триллеры я читать люблю и смотреть, в принципе, люблю, но я бы не сказала, что я специалист по триллерам и буквально каждый раз разгадываю любую авторскую загадку-заварушку отнюдь. Но, тем не менее, я очень здорово с ними провожу время, поэтому предлагаю начать проводить с ними время. У меня сегодня в гостях аж целых три книги. Это Таинственная река, её дарила мне Даша Клэр на день рождения, это вот такая Мод Диксон, новиночка и, конечно же, Стивен Кинг и его Билли Саммерс. Кстати, я вот не уверена, что это конкретно будет триллер, но обычно, традиционно, у Кинга всё триллеры. Практически всё. Ещё, к слову, у меня есть маленькие задачки относительно этих книг, потому что у Светы «Доктора или жизнь» выходил обзор этой книги, а я его нарочно не смотрела, чтобы себе впечатление не смазывать. А по поводу этой книги у неё есть прекрасная экранизация Клинта Иствуда, тоже её посмотрю обязательно. Вообще, у нас, я считаю, очень даже неплохой наборчик триллеров в этот раз, потому что это очень даже разноплановые триллеры и кажется своей загадкой. Например, вот Билли Саммерс, у нас здесь речь про некого киллера со своими моральными принципами, которые берёт на дело только лишь плохих парней. Он только вот их убивает, вот такой вот он хорошенький, добренький и классный киллер, да. И он поезжает на последнее дело, решает после него уже уйти на пенсию, но кое-что идёт не так. По поводу «Таинственной реки» знаю лишь только то, что у нас здесь есть история трёх друзей. Я так понимаю, в ретроспекте она будет показана, что у каждого из них наверняка в детстве были какие-то триггерные и драматичные моменты. И к чему есть весь сыр-бор, что у одного из них погибла дочь, а другой будет это дело расследовать, видимо, он следователь, а третий — это главный подозреваемый. Вообще, по-моему, пожар-аннотация. Ну и Мод Диксон, она мне чем-то напоминает, знаете что, «Тринадцатую сказку», потому что здесь тоже такая тема загадочной писательницы и не только. Главное героини здесь свои амбиции авторские, но она никаким образом не может никуда продвинуться. И вот её берёт себе на работу таинственная Мод Диксон, писательница, которую никто не видел. И в ходе какого-то инцидента героиня решает взять себе её личность и её имя. Видимо, в чемоданчике с этим делом идёт ещё вместе разные-разные проблемы. Я предлагаю, в принципе, с неё и начать, потому что книга небольшая, у неё, да, весьма-весьма большие отступы и не так много текста, как хотелось бы, конечно. Ну, пускай. Попробуем, ребят. Флоренс Дэрол твёрдо верит в то, что она станет известной писательницей. После увольнения из издательства за роман «Женатый начальник» и попытка шантажировать его с этим романом, случай дарит ей работу персонального ассистента всемирно известной молодой писательницы, живущей отшельницей и скрывающейся под псевдонимом Мод Диксон. В подъездке помароков Флоренс не справляется с управлением и их автомобиль падает с моста в реку. Она оказывается управленцем в потере памяти, а её нанимательница бесследно исчезает. Все убеждают Флоренс, что в машине была она одна. Спустя несколько дней с момента писательница Мод Диксон покидает в больницу. Новая хозяйка известного имени не подозревает, что к нему предлагаются зловейший секрет и смертельная опасность. Собственно говоря, именно эта аннотация меня и побудила к нему купить. Уж больно, она захватывающая. Другой вопрос в плане объёма. Я, как говорится, не жалуюсь, но здесь, по-моему, всего 350 страниц, чтобы вы понимали. А такой сюжет уже, мне кажется, разворачивается в слегка побольше. Да, друзья, 350. Ну ладно. Кажется, я сглазила по поводу погоды, потому что вчера небо было абсолютно солнечное и было даже плюс 17. Вау! А теперь собирается дождь, но это даже хорошо, это даже более атмосферно в плане чтения триллеров. Кстати, по поводу триллеров, пока что я прочитала 90 страниц Мод Диксон и пока что триллером даже, блин, не пахнет. Нам Афель рисует весьма мелочную, малодушную, не хватающую звёзд с неба молодую женщину, которая считает, что вот её ждёт невероятная судьба. Точнее, мама ей с детства это дело вкладывала, но мать считала, что она просто удачно выйдет замуж и ей квартиру подарит, а главная героиня считает, что она для более крутых вещей создана. Что ещё не прикололо в этой книге, то что главная героиня Флоренс, она хочет быть писательницей. Она как бы хочет быть писательницей, но она не делает ничего. Она ничего не пишет, она не фантазирует ни о чём, у неё даже особо нечего рассказать миру. И что ещё удивительнее, что когда она узнаёт, что одна из коллег её издательства выпускает книгу, она теряется. Причём она злится, она ревнует, она завидует, но при этом сама не делает нифига, вот вообще даже ни чёрточки не пишет. Есть такое ощущение, что она выбрала именно писательство, потому что это, знаете, такая профессия, на первый взгляд кажется, что она такая богемная, что вот ты не такой, как все, и что тебя всё любят. Это весь такое, как она об этом фантазирует, что она там сидит и пишет прекрасный роман, попивая чашку кофе, и все с ней общаются, считают, что она такая вся вот загадочно необычная. Что ещё интересного, автор очень много про героиню рассказывает, но, если честно, действий здесь мало. Здесь, в принципе, было единственное действие, когда её после корпоратива снял, грубо скажу, её вот начальник, её начальника. Они там с ним провели ночь в отеле, и наутро он уже ушёл, она вся такая богемная неживца в отеле, позвонит такая на ресепшн, чтобы ей завтрак принесли. А ей говорят, что, мол, номер уже оплачен, вам придётся своей карточкой платить, и она такая, ой, неважно тогда, и в отместку она крадёт из номера швейный набор. Действительно мелочная героиня, и вот здесь есть такой лёгкий подвох. С одной стороны, я люблю про таких вот гаденьких, не очень персонажей читать, мне интересно, как они будут развиваться. Это с одной стороны. А с другой стороны, ты героя не так чувствуешь, он тебе не нравится, поэтому книга не особо цепляет вот это да. Вообще, меня очень уделяет здесь аннотация, надо признаться, потому что аннотация звучит более дерзко и бодро, чем сам текст. Потому что вот после увольнения из издалиста за роман «Желатого начальника» и попытку шантажировать его этим, далее по тексту, вот такой мощный заход в характер героини, что она всё-таки решилась на шантаж, хотя изначально она не собиралась его этим шантажировать. Это буквально в двух-трёх предложениях описали, даже не в абзаце, даже не в одной главе. В двух-трёх предложениях. Как-то это очень странно. Почему автор ставит ставку на какие-то обычные, самые-самые стандартные диалоги, самые обычные описания того, что там делала героиня днём, куда она пошла, что она сделала, вместо того, чтобы вот такой конфликт описать. Я не поняла. После того, как её уволили, героиня рассылает рукописи свои, точнее, свои рассказы по разным агентствам, чтобы её какой-то агент под крыло взял. Она же такая талантливая и тому подобное. А ей перезваниваюсь с предложением того, чтобы она стала помощницей у некой известной Мод Диксон. Знаете, по ощущениям, по загадочности обстоятельствам это дело напоминает чем-то тринадцатую сказку. Возможно, писательством, возможно, какой-то вот двойной тайной и тому подобное. Это интересно, но не прям захватывающе. Здесь героиня амёбна. Мне такая не нравится, но при этом мне любопытно узнать, а чего вообще от неё хотела Мод Диксон? Ну, вряд ли она себе сказала помощницу для чего. Почему автор, который сохраняет инкогнито, не может работать сам? Какие у Мод Диксон есть такие, знаете, вот неотложные дела, которые нужно обязательно делегировать? Мне кажется, здесь она ей нужна не для того, чтобы что-то делегировать. Короче, вроде бы прикольно, а вроде бы чего-то не хватает. Ну ладно, читаю дальше. Главный спонсор моих чтений сегодня «Белые ночи Петербурга» и «Пасмурная погода». Пасмурная погода. Может быть, пойдём поспим и не будем ничего читать? Так что я предлагаю взбодриться и приглашаю, друзья, вас на чашечку кофе. Хороший кофе может не только сбодрить вас на целый день свершения, но и составить вам горячую, приятную компанию. Моя новая любовь в тесте кофе и их дрип-пакеты из сезонного кофе для заваривания прямо в чашке. Признаться, ни разу не использовала это мета-заваривание, и надо сказать, что я его недооценивала. Просто мы живём на съёмной квартире, у нас, к сожалению, нет кофемашины, поэтому это идеальный вариант. Ну а для счастливых обладателей кофемашины есть целая палитра выбора кофе у ребят на сайте. Можно выбрать и по кислотности, и по способу заваривания, и даже поэкспериментировать со вкусовыми нотками в кофе. Ну а если вы любитель холодных набитков, то наверняка оцените кофе в банках. Я же, пожалуй, приберегу капучино на особо жаркий день в Питере, к тому же его очень удобно брать с собой на прогулку. Пока я завариваю себе кофе в новую любимую кружку, это подарок, кстати, расскажу вам немножко про магию тейсти кофе. Ребята обжаривают кофе, используя лучшее в мире оборудование с многоступенчатой системой контроля качества. Здесь все процессы полностью прозрачны, и их даже легко можно чекнуть прям по геркоду на пачке. Проверить обжарку кофе и даже посмотреть процесс обжаривания кофе в онлайн-трансляции, представляете? Что особенно здорово, кофе обжаривают специально для вас. Да, именно так. Если вы оформляете заказ до 13 часов сегодня, то завтра для вас обжаривают маленькую партию персонально и передают доставку. Таким образом, кофе всегда свежи обжарки и не залеживаются на складах. Просто если кофе лежит долго, то вся магия вкуса выветривается и остаются лишь только горькие древесные ноты. Поэтому такой вариант обжарки под заказ мне кажется самым уместным и кофе сохраняет свою магию гораздо дольше. Доставка у тейсти кофе бесплатная, от 600 рублей, так что у вас есть такая возможность заказать сразу несколько разных вкусов и поэкспериментировать. Ну, например, вот. Сладкий кофе с нотами кака-колы, персика, гвоздики и какао буквально будоражит мое воображение. За каждые 6 пачек заказа вам добавят подарок. Это может быть кофе, чай или приятный аксессуар. Для кофеманов уровня Advance здесь есть накопительная скидка до 15%. А для всех желающих нам подарили промокод Bookspace, друзья. Смело им пользуйтесь, он нам даст скидку 15%. Кстати, если вам вдруг не понравится кофе, то тейсти кофе вам вернут деньги или заменят его на другой. Оставляю вам ссылочку в инфобоксе на сайт, смело чекайте, он очень удобный и есть из чего выбрать. Наверняка вытащите себе своего кофейного любимчика. Вообще читается весьма-весьма легко и в какой-то степени любопытно, но такое ощущение, что тексту чего-то не хватает. Такое ощущение, что автор делает акценты на вещах незначительных и обходит вещи достаточно, которые можно раскопать кое-что интересное. Ну, или она меня очень знатно путает. Я только сейчас увидела, какая интересная обложка у Моддиксон в полной ретроспективе и меня взяли в заложники. Ребята, короче, как-то вот так, потому что дома холодно, а менеджер проверяет там, кстати, как мне выложен ролик в теле, который я закидывала вам, и не пускает меня никуда, и не могу я с ней встать. Мне нужно за книжками ехать, пурпуша. Ну, пурпуша. Слушайте, пока читаем, и вот такая пришла интересная мысль в голову о том, как вообще наняли Флоренс на должность помощницы Моддикса. Не зря же ей перезвонили, правда, потому что она подавала сначала свои рассказы агентству, и, видимо, ну, с телефонами, на счет ее телефона никто просто не узнал бы. Вот, и, возможно, они и искали в этом агентстве кого-то с какими-то амбициями писательскими, чтобы он захотел быть помощником такой-то институтной писательницы. Или я уже сама-сама-сама все это дело придумываю, но посмотрим. Где-то вот здесь я. Слушайте, ребят, ну, у меня уже здесь как бы практически середина истории, и, честно говоря, пока даже аннотация полностью не прошла. То есть, то, что мы с вами читали в аннотации, еще даже не случилось. То есть, та самая авария, которую мы здесь читали в аннотации, еще где-то вот здесь. Я надеюсь, что она не на двух последних страницах. Серьезно вообще. Триллером, честно говоря, пока не пахнет. Как бы все к нему топает, но очень медленно и размеренно топает. И, блин, вот к тексту не придраться. Текст здесь хороший, ладный, плавный, нормально читается, но, блин, скучно. Мне как-то, ну, чтобы прям очень скучно, я прям скучаю, книгу бы бросила, нет, ну, просто как будто бы автор очень долго запрягает. Ой-ой, ну, ладно. Слушайте, я вчера в ночи прочитала такие Модь Диксен, решила долго ее не откладывать, потому что у меня уже было на счетчике 250 страниц, когда сидела вот ночью на кухне, я подумала, что посижу подольше, дочитаю, прочувствую этот фильм душами в финале, он же должен был быть где-то, потому что даже вот на 200-й странице мы еще даже аннотацию не прошли. У нас с вами по аннотации в финале новая хозяйка известного имени покидает больницу, то есть Флорен взяла на себя имя Модь Диксен и не подозревает, что к имени предлагается еще зловещий секрет. Ты такой, что же Герене будет с этим делать? И знаете, где аннотация заканчивается в книге? Я вот вчера это место отметила перед сном и как-то вот кекнула, мне кажется, громко всех разбудила от этого. Сейчас покажу. Темный секрет этого имени всплывает вот здесь. И это даже не две трети, это три четверти книги. Вот здесь, друзья мои, аннотация заканчивается. Я вот сидела после этой находки и думала, а насколько вообще это было обосновано полностью аннотацию нам пересказать? Ну, грубо говоря, ну, реально полностью нам аннотация пересказана. А дело в том, что в книге это по факту главный сюжетный крючок, который может нас, вами, читателей, на себя и подцепить. Мы же именно из-за него сюда полезли. Ммм, героиня такая лихая и смелая, взяла на себя чужое имя, нифига себе, какая она темная душонка, а еще к имени предлагается темный секрет, надо же! На раскрутку этого штоп его темного секрета нам дается меньше сотни страниц. Спасибо, офигенная завязка! Крутота! Более того, именно вот здесь, вот здесь начинается триллер, когда уже начинаешь напрягаться, что же героиня будет с этим знанием делать? А до этого 265 страниц просто размышления о героине, какая она, вот никчемная, какая она пустая, никакая, да мы уже поняли уже 20 раз, до этого какая героиня? И почему она поступила именно так, почему все-таки она решила на себя личность пропавшей своей нанимательницы присвоить? Ладно, опустив мой сарказм, в каждой книге есть такой поворот. В сюжете называется «Переломный момент», проход Рубикона, когда уже все будет не так, как раньше, потому что появилось новое обстоятельство. И она находится в этой книге вот здесь. Охренеть! Потому что до этого то, что там героиню уволили из издательства, то, что она пошла работать как Мод Диксон, это все как бы подводка вот к этому. Имхо как-то долго автор запрягает. По поводу авторского финта ушами, он здесь есть. Он здесь любопытный, но он очень простой. Даже я, булочка, в детективах и трейлерах это поняла. Мне казалось, что автор где-то пропустил еще один пласт тайны, вот к этой книге его не хватало. Книги, в принципе, динамики, честно говоря, не хватало, потому что здесь очень много текста, но при этом очень мало действия. Книга мне напомнила, кстати, в ночи, знаете что? «Талантливого мистера Рипли». Очень похожие вайбы, но там книга прям вот в динамике. Ты постоянно пытаешься уследить, куда антагонист пойдет, что же он будет делать, как же он выкрутится, а здесь такого, блин, нет. А теперь, друзья мои, со спойлерами давайте немножко книгу обсудим. Я даже вам расскажу свои предположения в ночи, что я вообще думала по этому поводу, куда вообще автор поведет. Слушайте, когда вот появился труп, когда наконец-то на страницах появился труп, это 260-я страница, камон, в триллере. Короче, я подумала, а, возможно, это так называемая Хелен Моддиксон, возможно, она даже не Моддиксон, возможно, она убила Моддиксон и теперь пытается на кого-то вину свою свалить. Ну, то есть, я думала, что здесь немножко такая двойная тайна, что на самом деле Моддиксон это была другая женщина, вот тот самый труп, который нашли, и что Хелен на самом деле не она, и она вот перед Гретой, перед редактором, она пыталась каким-то образом себя тоже, как Моддиксон, представить, но у неё не получилось, теперь она пытается на кого-то это дело свалить, потому что в начале книги говорилось, что Грета, редактор, она была удивлена, что Моддиксон себе помощницу ищет, как бы нафига это ей. А потом всё оказалось гораздо проще, что просто вернулась её подруга из прошлого, о которой она писала роман, и момент такой, что на самом деле Моддиксон не умеет придумывать истории, а просто их описывает, типа описывает преступление, что вот тогда, с подругой, что вот сейчас, своей помощницей, интересный финт, но его так мало, что просто это безобразие. Вот мне стало реально интересно, реально интересно, когда зашла Хелен, Моддиксон в кафе, и всем представилась как Флоренс, и я такая, ооо, вот это классно, это было прям прикольно, очень интересно, что сейчас будет делать реальная Флоренс, потому что на неё там уже повесили труп и прочее, прочее, а когда будет выкручиваться, по итогу там всё очень быстро разрулили, к сожалению, но момент был прикольный, реально. Почему я ещё думала, что Моддиксон не Моддиксон на самом-то деле, что это просто другая женщина, которая убила писательницу, потому что она сама не могла писать, и что она для Флоренс надиктовывала какой-то другой текст, и я подумала, ага, 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 вот как всё одно к одному, а по итогу, в общем-то, я проснулась утром с мыслью, что я хочу взяться за таинственную реку Лихейна. Оставим Кинга на десерт, пойдём конкретно вот сюда, и вот здесь, конечно же, я ожидаю саспенса побольше, чем я его ждала в Моддиксон, прям сидела, и знаете, вот когда про лесу, вот это реально, эта книга в этом году будет под хэштегом, а когда будет про лесу, а про лесу, блин, когда? Слушайте, я надеюсь, что по крайней мере здесь аннотация весь сюжет не спеллерит, было бы очень, даже не очень. Излечимы ли вообще детские травмы? Временем, психотерапией, медикаментами, или жертвам давнего насилия так и нести до самой смерти груз позора, боли, унижения? Детство кончилось раз и навсегда шокирующе, бесповоротно в четверть века назад, но вот старые друзья Джимми, Шон и Дэйв сходятся вновь. У одного трагически погибла дочь, другому предстоит это дело расследовать, это преступление, а третьим видят главного подозреваемого. То есть, кроме вот всей этой заварушки с тремя друзьями, где один, возможно, убил, другой будет расследовать, а третий жертва, что еще у нас здесь очень много детских травм, насилия, какого-то шокирующего поворота. Окей, давайте попробуем почитать. Ну что, подбираюсь я здесь к где-то к третьей, наверное, четверти книги, и чтение запрягается весьма-весьма мрачно, я вам скажу. Да, нам здесь в самом начале показывают события прошлого, о детстве, зарисовка трех примеров, как так, как, в принципе, дружба, разрушилась после одного события, связанного с одним из них. И как раз-таки именно это о насилии, и именно это об осуждении общественном, точнее, больше про осуждение детей. И я, знаете, как будто бы подумала, что вот насколько дети злые. Дальше у нас уже идет современная ветка событий, уже 2000-й год, уже по 35-36 главным героям, и одна из девочек, одна из дочерей ванного героя Джимми, она пропадает. Вот как раз-таки сейчас ее пытаются найти, в парке, точнее, ее тело пытаются найти. И надо сказать, что это очень напряженно, но при этом в книге, вот в отличие от Мот Диксон, в книге очень-очень много текста, и книга как будто бы более плотно написана. С одной стороны, здорово, что много написано, что про каждого героя мы копаем глубоко, это интересно, но с другой стороны, как триллер, это теряет в скорости и в напряжении. И я бы, наверное, сказала на первой, вот, третьей, четверти книги, что скорее это драма. Но возможно, триллер раскроется дальше. Знаете, что мне очень сильно вот сейчас нравится в книге, это ее диалоги. Я давненько не встречала вот настолько живых диалогов в книге. Веришь каждому слову, у каждого героя свой голос, и чувствуется, что это реальные опросы. Там уже нашли, собственно говоря, убитую девушку, и то, как отреагировал ее отец вот на эту ситуацию, это просто вот пробирающий какой-то степени, и это так эмоционально, и это так по-настоящему, ну, прям вообще. Хочется автору аплодировать, конечно. Как я уже сказала, здесь такой пробирающий прям монолог Джимми, отца девушки, по поводу вот жизни, судьбы, смерти и прочего. Как бывает в жизни странно, что какая-то мелочь полностью жизнь переворачивает с ног на голову. И он рассуждает, вспоминая вот тот самый случай с машиной в детстве, когда забрали Дэйва, и что, если бы мы бы с тобой шел, он тоже сели в машину, я бы не подкатил к той самой девушке в школе, потому что она была крутая и классная, а я бы после этого события, я бы не смог чувствовать себя крутым, а тогда я был крутой, я к ней подкатил, у нас не родилась дочка, и вот эту дочку сейчас убили. А так бы она не родилась, ее бы не убили, и знаете, это реально этот настолько драматичный пробирающий, ну, прям аж мурашки по коже. Жесть. Пока меня Парпуша держит в пушистом плену практически весь день, хочу вам поделиться маленькими спойлерными рассуждениями, просто здесь была такая интересная сцена, где собирались все следователи и соотносили все факты, все улики, все показания, и пытались выстроить картину, что там, как произошло, куда бежала девушка, почему именно туда, кто ее видел, кто что слышал, и это было суперинтересно, просто, как будто бы я смотрю, не знаю, серию детективного сериала, офигенно. Когда тут всплыла такая информация одна очень интересная, я подумала, что хочу сделать такое легкое спойлерное, как обычно, предположение в качестве того, кто, возможно, был убийцей. Ну, на всякий случай, просто как бы свои рассуждения по этому поводу. Выяснилось вот что, что Кэтрин, она убегала в парк от убийцы, причем она поздоровалась, там бабулька слышала, что она поздоровалась с убийцей, что она знала того, кто на нее шел с пистолетом, вот, и она пыталась убежать в парк, но при этом она бегала быстрее, исходя из показаний вот там следователей, но при этом все равно она пыталась спрятаться, так что, возможно, там предположили, что, возможно, она была окружена, не могла выбраться. В общем-то, что убийц, возможно, было двое, но при этом ни одного следа в парке, в дождливую погоду, кроме ее собственных. Из этого можно сделать вывод, и там такой вывод тоже предполагали, что, возможно, убийца весит меньше, то есть совсем с малым весом. И вот что мне пришло в голову, убийца двое, пускай будет так, с малым весом, и у кого на нее был зуб. А что, если это те два маленьких брата и ее парня, которые узнали о том, что они собираются ехать в Вегас жениться, и что, возможно, он от них сбежит. Там просто матушка такую стерпу закатила и очень сильную, и очень приличную, когда узнала о том, что ее сын собирается удрать вот с Кэтрин в Вегас, и там деньги сняла 700 долларов с счета, и это было такой своеобразный такой прощальный девичник. Короче, вот так. Ну, короче, пока что у меня вот такие предположения. Посмотрим, что будет в итоге. Слушайте, а почему мне никто не сказал, что это такое стеклище окажется? Не, ну, как бы я подозревала уже из первых сцен книги и из аннотации, что там будет все ой-ой, как непросто. Ну, ё-моё! Очень похожа эта книга по ощущениям, по чтению, на чтение Стейнбека, где у тебя с героями все хуже, 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 хуже ситуация, хуже, хуже, хуже им приходится, а потом их еще пинают и в стекле изваляют та-та! Ладно, если мы абстрагируемся от поедания стекла в этой книге и от моего ахера, в котором я нахожусь, очень классная вещь. Цепляет прежде всего тем, что здесь нет ни одного положительного героя, при этом не такое ощущение, что вот все такие мерзкие, мерзопакостные, и автор вот всех буквально как фрикадельки в грязи валяет, здесь такого нет. Все персонажи здесь серые, у каждого своя личная боль, страхи, сомнения, увечья, физические, либо душевные. Здесь нет такого героя, который вот был бы хорошенький цыпленочек, знаете, нет такого. При условии того, например, что Джимми очень любит свою дочь, вот как все поворачивается. При условии того, что Дэйв вот как любит свою жену, вот как все поворачивается. При условии того, что Шон вроде как хороший по-лицейски, ну вот как все поворачивается. Этим книгам мне прям понравилось, что здесь и герои все неоднозначны, вот прям в моем вкусе исключительно. И то, что здесь поднимается очень много интересных тем. И то, как автор их раскрывает, то, как он показывает разных жен, например, и разную дружбу, например. Тут прям копать и копать, ребят. И опять же, я большой поклонник диалогов в этой книге. Я вот давно не встречала диалогов уровня вот такого, которые как будто бы автор ходил и записывал за людьми, что они говорят. Вот такое было ощущение. Нужно сказать, что это чертовски здорово, как будто бы ты с реальными людьми проводишь время. Оттого гораздо жучая картина выглядит. Самое же любопытное, Заяц, это то, что я угадала здесь убийцу, представляете? Я сама не ожидала, потому что я обычно булка детективов, кроме шуток. Я никогда не угадываю виновника. Никогда. И для меня это каждый раз офигеть, так вот оно чё. А здесь я вот шла к финалу, я понимаю, что реально вот каждое моё предположение подтверждается. Офигеть. Причём я поняла это на середине, где я следила за сценой, где сидели следователи и сводили разные нюансы, выводили картину полную. Мне тогда что-то щёлкнуло, как будто бы вот пазл сошёлся. Что ещё по поводу этой книги вам нужно знать? Ну, лично у меня так получилось, что первая страница 100 – это раскачка. Я думала, что, знаете, что это такая вот драма очень тяжеловесная, потому что вот после «Мой Диксон» эта книга реально очень плотно написана, и ты думаешь, блин, как же автора долго запрягает, ну ладно, я понял темп. А потом что-то щёлкает, вот после страницы это 120-й, примерно так, и как попёрла просто нереально оторваться. Не знаю, кстати, буду ли смотреть кино, потому что книга мне знатно потрепала нервы своей кульминацией. Вот с Джимми особенно, прям... Ладно, поговорим потом по поводу этой книги со спойлерами, если вы не против, конечно. А потом перейдём уже к Билли Саммерсу. Прикол, да, что я угадала, кто убийца, офигеть. Единственное, что я перепутала, что у её парня два брата, оказалось там один брат, немой, а другой его друг. Там на нём даже фамилия уши, что-то я даже как-то запуталась. Но тем не менее. Вот это да. Единственный момент, который мне показался слегка притянутым за колготки на уши, это момент, где объяснялось, почему они это сделали. Ну, они хотели её напугать, а потом просто избили до смерти. Ну, что-то как-то даже не знаю. Вот здесь меня больше всего пронял момент, где Брэндон, хватая своего брата, вот этого немого Рэя, и спрашивал за него, ты кого любишь, меня или маму? Он такой, тебя. Ты меня любишь? Так любишь, чёрт тебя дери, что убил мою девушку? Да, Рэй? Это уж прям пронимает, прям реально. Я вот так и думала, что вот именно это была причина убийства. Мне просто казалось, что это не мой мальчик, он узнал, что он собирается сбежать, и чтобы он не сбежал, он убил её девушку. Но об этом здесь буквально, знаете, вообще ни слова. Как будто бы я сама себе это придумала. Просто объясняется так, как будто бы они просто как бы переборщили. Чуть-чуть. Ну как бы, ну не знаю. И пипец здесь, конечно, стечение обстоятельств, я вам скажу. Ну реально, Дэйв реально был всегда, везде, ни в то время, ни в том месте. Это прям, это прям капец печально, ребят. Дальше тоже весьма жуткая сцена, где Джимми рассуждает уже, как бы своей совестью общается, что я вот его убил, потому что, возможно, Дэйв бы стал насильником. Поэтому я вот типа его, ну, сберёг. Он как бы себя оправдывает. Жуть какая, просто жесть. Ещё мне здесь очень понравилось, то, как автор прописал линию Джимми, что это не просто, знаете, вот, отец в горе, потому что. Он, кроме этого, ещё был, грубо говоря, вор в законе. И это отказывается в соответствующий отпечаток на психологию и на поведение, конечно же. И тот момент, что он потрясающий отец, что он отличный муж и очень любит своих детей, не исключает того, что он говнюк, и как бы у людей убивает спокойно направо и налево, потому что он почти стал вот так вот правильным. И это стрёмно, конечно. Это очень стрёмно. И от этого книга, конечно же, выигрывает в глубине. В общем, Даше, спасибо за рекомендацию. Крутая вещь. Прям вообще я протащилась. Но это было не самое простое чтение. В плане моральном, а считалось оно просто в лёд. Ну и давайте почитаем Бири Саммерса. Я уже прям потираю ручки, потому что это новый роман Кинга, и очень много людей его хвалят. Говорят, что это прям лучший Кинг за последние лет, а так 10. Давайте посмотрим. Здесь, окажется, вам уже не раз читала аннотацию этой книги. Это книга про киллера, про Билли Саммерса, у которого определённые моральные принципы. Он берется за дело только лишь на плохих парней. Вот плохих людей он убивает, он хороший киллер. Что меня тоже слегка радует, это то, что книга, ну, большая относительно, конечно, но относительно того же института, да. В ней 540 страниц, и шрифт, кстати, не очень крупный, так что будет о чём посчитать. Погнали. Слушайте, ну, Кинг был бы не Кинг, если бы на первых 50 страницах четырежды бы не упомянул Трампа. Вообще, очень даже неплохая завязка, интересная, по крайней мере. Билли Саммерсу обещают 2 миллиона долларов за последнее его дело, и он должен убить такого же крутого киллера. Это вот, по крайней мере, первые три главы. Но есть маленький нюанс, что, возможно, не скоро ему предстоит его стрельнуть, потому что пока что он находится под следствием его, по крайней мере, жертва. И Билли серится в маленький городок, чтобы там пожить, чтобы там освоиться, стать своим, и втереться там в доверие, чтобы легко можно было спокойненько стрельнуть из офиса, который он там снимает. Пока не ясно, в чём будет главный подвох этого дела, и Билли сам думает, а в чём же вообще тогда подвох? Когда я обнаружу, что 2 миллиона долларов это слишком мало для подобного гадкого дельца? Ну, посмотрим, ребят. Я вчера прочитала до 120-й страницы Билли Саммерса, и скажу я вам, что Билли Саммерс очень крутой дядька внезапно. Он разыгрывает из себя недалёкого, немножко тупенького, но профессионального киллера перед начальством, хотя он далеко не глупый. Он знает, где нужно промолчать, он знает, где нужно прикинуться, что он слегка не догоняет до какой-то более умной вещи. Он очень много читает, но при этом он разыгрывает, как будто бы он читает только лишь комиксы Арчи перед своими коллегами. Коллегами. И он сейчас пытается нащупать пути к отступлению и создать себе новый образ. Там себе продумывает апгрейд внешности. И прикольно, что он пытается найти подвоха, не знает, где он, но там он определённо есть. Значит, будет такое дело. За 2 ляма просто один выстрел, тут же мы тебя укрываем, не парься, всё будет хорошо, вот ты 2 ляма свободен, но явно там будет какая-то яма. Но то, как он готовится к своему отступлению и создаёт образы нужные в нужных местах, это очень круто. Вот, разумеется, стоит интересный вопрос. А сможет ли Билли Саммерс обыграть всех, произвести выстрел и уйти незаметным? Мы ему уже сопереживаем внезапно, хотя как бы киллер, но при этом он такой умный, он такой продуманный. И мне интересно, его начальство более продуманное, чем он? Они понимают, что он их где-то дурит или нет? Что ещё любопытно очень, это то, что Билли Саммерс, он начитанный киллер, и он действительно гораздо умнее, чем кажется, и ещё его уже придумывают легенду о том, что он якобы писатель, приехал в эти края писать книжку, а книжка под секретом, потому что его агент сказал никому не говорить. Ну, короче, такая, белыми нитками легенда, что это, ну, пускай. И что самое интересное, это то, что он в своей книге, которую он пишет, ну, якобы выживается в роль, а он там рефлексирует и рассказывает нам о своём прошлом, которое было очень и очень непростым. По-моему, это один из таких излюбленных паттернов Стивена Кинга, книга в книге, как это было, например, в Мизери. Очень классно. Поймала интересную ссылочку здесь по поводу Билли Миллигана, потому что, как я уже говорила, Билли Саммерс, он создаёт себе множество образов, и вот здесь как раз то же самое. Лето множество личностей, Билли, автор навекает на Билли Миллигана, скорее всего. Интересно, он именно из этого имя выбрал или нет. Обращая ваше внимание на объём книги, вот примерно здесь мы подбираемся к тому самому важному делу, на который и подписался Билли. И посмотрите, сколько ещё вообще в книге будет происходить. Это подкупает, конечно. Стало быть, наверняка всё пойдёт не так, и ещё будет очень много историй. Это меня нереально радует, что книга большая. Я снова в пушистом плену, кто бы сомневался, в принципе, хотя, знаете, я даже не против, потому что дома холодно, батареи выключили, и я оторваться от книги не могу, она очень хороша. Меня Кинг очень удивляет поворотами в этой книге. Я не была удивлена тому, что, естественно, всё пойдёт не так, как планировал Билли, естественно, там будет какая-то подстава, я этому не была удивлена, но то, что там происходит дальше, кого он встречает в своей норе, где он захоронился, это прям очень неожиданный поворот, и посмотрим, к чему он приведёт, в принципе. Кстати, забыла, что хотела упомянуть, потому что понимаю, что потом в прочитанном вряд ли об этом вспомню, но как же мило Билли Саммерс вот на первой половине книги, он так мило привязывается к обычной жизни, и так мило припоминает о том, что, блин, я облажался сегодня, я слишком много наиграл за детьми в монополию, а не должен был, или он там девочке выиграл игрушку в тире и показал свои крутые способности стрелка, такой думал, блин, я снова облажался, это так мило, реально. Он думал не о том, как бы вот захоныриться, а думал о том, что копы, его газон затопчут, на котором он возился несколько месяцев, это реально, это так мило, потому что, вот, вроде бы такой, знаете, суровый киллер, наёмный убийца, вот у него вот настолько мозг адаптирован именно вот к такой жёсткой работе, а тут он радуется простым вещам, и тому, что он ухаживал за газоном, и газон классно выглядит, и, ну, блин, это реально классно. Друзья мои, небольшие спойлерные наблюдения вот на этом моменте. Спойлерные наблюдения в том, что у меня сейчас ситуация, где Билли вместе с Эрис пытаются уже из города, видимо, выехать, он там, не знаю, каким образом, всё-таки решился с ней ехать, потому что она ну очень попросила. Короче, напоминает мне это дело всё фильм Леон. Киллер, маленькая девочка, ну, маленькая девочка, всё-таки ей 20, но тем не менее, прям вайп очень похоже, и только растения не хватает в руках. А вот здесь пасхалочка обнаружена, что на месте, где стоял отель Оверлук, гиблое место, и я бы там жить не стал, типа того. Как-то так. Я не перестаю удивляться белым ночам в Питере, потому что сейчас за окном где-то примерно часов 11, может быть, полодиннадцатого вечера, как-то вот так. И в Телеграме я иногда по этому поводу пишу свои мысли, записки, впечатления первого человека, который впервые увидел вот такое вот ночью, та-та. Чего я к вам пришла? Я, собственно говоря, дочитала Билли Саммерса, буквально за один день книгу прям съела, и по поводу впечатлений, ну, слушайте, вообще первая половина книги, вот первая прям половина шла очень бодро, мне было нереально интересно, потом интересный капригас, как будто бы автор не повысил ставки, вроде бы, как бы мы идем к финальному боссу, мы-то здесь так и делаем, а вроде бы, не знаю даже, что не хватило, было такое ощущение, что очень ладно и очень легко все у героев получается, как-то вот так. И уже не было такого восторга от героя, от его находчивости, ну, вроде бы, да, но такое ощущение, что самый смак автор выдал нам в первой половине книги. И знаете, что, сколько раз я насчитала в этой книге упоминания Трампа автора? Ну, просто вот на 540 страниц 10. 10, ребят. Ну, скажем так, для Кинга это типично, понятное дело, просто в каждой книге, в любой его книге есть упоминания какого-то президента. Во-первых, это обрисовывает нам временной промежуток Америки, уже понятно. Иногда бывает какая-то, знаете, колкая шпилька в сторону какого-то президента, но одна, ну, максимум 2 я видела в книге, это потолок. Здесь я уже, не знаю, хихикала на первых 50 страницах и было уже 4 тогда, а после 4 я уже начала просто считать ради интереса и насчитала 10. Что я потом по поводу думаю, ну, как бы, автор вправе вообще все что угодно в своей книге писать, но Имхо такое лучше в своем Твиттере оставляет, ну, вот серьезно. Понравилась ли мне книга? Да вроде бы да, дофиг его знает, не знаю. Вот прям первая половина была ультра-крутая, а потом как будто бы интерес у меня сошел на нет. Как будто бы герои просто, знаете, какой-то квест из точки А в точку Б выполняли, при этом не было какого-то задора уже к финальному боссу. Понравилась мне здесь такая двойная заглушка с финалом, где-то читала, тот меня поймет. Это прикольный авторский ход, он, по крайней мере, выглядит более естественным. В этой книге слово очень-очень много таких моментов, в которые приходится автору поверить на слово. Ну, либо ты принимаешь правила игры, либо ты их не принимаешь и думаешь, что за бред такой, что автор придумал. Любая девушка в той ситуации поступила бы по-другому, скорее всего, но это авторское допущение в принципе для меня было как-то обосновано с торгольдским синдромом пускай. Другой вопрос, насколько я эту книгу считаю классной? Хорошая авторская история, не лучшая, что я считала, скажем так, ну, в принципе, кинг моей любимой «Прожарки» это 80-е-90-е. Рекомендовала бы я эту книгу как хороший триллер, в принципе, да, она держит напряжение, она захватывающая, она классная. Ну, единственное, что мне вот ближе к концу напряжения как будто бы не хватило, но это уже лично мои вкусовые ощущения. Не знаю, подумаю ещё, потому что у меня по поводу этой книги впечатления, ну, чтобы они однозначные, но как будто бы я большего ожидала, как будто бы мне тон книги первой половины прям очень сильно задан был, и я прям ожидала, что будет только расти, 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 саснуть напряжение, а как будто бы нет. В общем, подумаю, переварю, в прочитанном потом уже выдам своё полное резюме. И у нас с вами подошёл к финалу наш с вами забег по триллерам. Билли Саммерс, «Таинственная река» и «Кто такая мой Диксон» прочитаны. Я рада, что я провела время с этими книгами, две из них были хороши, одна чуть больше, другая чуть меньше, в принципе, обе классные. Это же, ну, так, ну, на один вечерок, ну, может быть, если вам вообще нечего читать и смотреть, тогда, наверное, да. Но, как бы, такой ситуации обычно не бывает, правда? Спасибо, ребят, что провели это время со мной, а я с вами и с книгами, и, наверное, мы будем почаще так встречаться на таких живых прочтениях, потому что это очень прикольно, брать какую-нибудь интересную, потенциально прикольную толпу, объединённую одной темой, будь то триллеры, будь то фантастика, или любые другие темы, и вот в живом прочтении их все вместе читать и обсуждать. Я пойду любоваться белыми ночами, это очень странно, но очень интересно. С вами была Аня Кабычна, скоро мы уже увидимся, друзья, обязательно. Всё, друзья, всем пока и до встречи! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok DimaTorzok